Всем привет! Меня зовут Светлана Кузнецова. Сегодня я начну небольшую серию мастер-классов по лепке головы куклы. Постараюсь подробно объяснить общие пропорции лица и головы, а также расскажу, как слепить более живое лицо. Сегодняшнее видео будет посвящено подготовке к лепке. Хочу сразу вас предупредить. То, о чем я буду вам рассказывать, это все усредненные пропорции для идеальных лиц, которые в природе встречаются крайне редко. Все мы люди разные, и у кого-то могут быть отхождения от этих условностей. И все это связано с индивидуальными особенностями внешности каждого из нас. Естественно, лепку мы начинаем с каркаса. Он нам необходим по ряду причин. Во-первых, таким образом мы экономим материал. Во-вторых, если вы пользуетесь запекаемым пластиком, то на каркасе слой полимера запечется равномерно. Если пользуетесь отвертевающим на воздухе пластиком, то слой материала равномерно высохнет. Самый лучший материал для каркаса – это фольга. Лучше еще не придумали. Он прекрасно сминается и держит форму. Каркас нужно делать с расчетом того, что сверху будет лежать примерно 5 мм полимерной глины. Чем крупнее голова, тем подробнее должен быть каркас. То есть, если голова 4 см в высоту, то можно обойтись обычным шариком из фольги. Но если голова крупнее, скажем, 7 см или больше, то тут необходимо все же выделить и лицевую, и черепную части. А также еще на стадии формирования каркаса нужно следить за симметрией. И самое удобное для этого приспособление, которое может оказаться под рукой – это зеркало. Как можно чаще смотрите на отражение заготовки в зеркало. Таким образом можно избежать даже легкой асимметрии. Еще я бы посоветовала найти фотографии знаменитости, внешность которой вам нравится. Не используйте фотографии кукол других мастеров или рисунки. Иногда художники намеренно допускают маленькие неверности, и если вы человек неискушенный, то впоследствии вам будет достаточно сложно делать правильно. То есть сначала нужно начать лепить правильные пропорции, а уже потом можно пренебрегать ими, то есть стилизовать. Но никак не наоборот. Итак, вот у меня есть несколько фотоактрисы, по мотивам внешности которой я буду лепить голову для будущей куклы. Кукла не будет являться портретной, поэтому фото достаточно мало. И я не буду стремиться к 100% сходству. Но если вы стремитесь делать портреты, то фотографии должны включать в себя ракурсы не только фазы 2 профиля, но и различные полуобороты и наклоны. В конце концов вы можете сделать свои собственные фотографии и использовать в качестве образца свою внешность. Также фотографии реального человека необходимы для того, чтобы не упустить мелкие детали, которые могут придать внешности куклы реалистичность. Сминаем фольгу таким образом, чтобы получилось яйцо. И, конечно же, нужно оставить запас для слоя полимерной глины. Яйцо всё же достаточно условное обозначение для формы головы, поэтому я немного уточню форму черепа. Обязательно буду посматривать на отражение моей заготовки в зеркало. Продолжение следует... Вот это будущая лицевая часть. Теперь, исходя из общих пропорций, необходимо определить место глазниц. Я просто сделаю выемку на том месте, где должны располагаться глазные яблоки. Глаза человека располагаются по центру лица. Вообще лицевая часть занимает только 1 третью часть головы, остальные 2 трети занимает мозг. И это очень часто забывают новички. Поэтому самая распространённая ошибка является большая лицевая часть по сравнению с черепной коробкой. Продолжение следует... Теперь в этой выемке нужно разместить стеклянные бусины, если вы используете запекаемую глину, или любые другие, если используете самоотвердеваемую глину. Бусины располагаем таким образом, чтобы между ними могла свободно поместиться третья бусина. Как понять, какой диаметр бусин вам необходим? Ну, лично у меня это вообще всё чисто интуитивно, но вообще можно рассчитать, зная, что высота головы в среднем 220 мм, а диаметр глазного яблока 24 мм. Вот из этих данных и рассчитывайте необходимый диаметр бусины. Когда ставите бусины, не забывайте поглядывать на отражение в зеркале. Смотрите в разных ракурсах, чтобы впоследствии глаза не оказались на разной высоте и разной глубине. Бусинки можно приклеить на кусочек полимерной глины, чтобы они не выпадали. Когда вы закончите делать каркас, необходимо проверить правильность пропорций по такой схеме. Голова человека в профиль должна вписываться в квадрат, а в фаз в прямоугольник, который равен 2 третьим длины квадрата. Продолжение следует... В следующем видео я продолжу лепку, а на сегодня у меня всё. Для тех, кому нужна обратная связь со мной, под видео есть ссылка на мой магазин на сайте Ярмарка Мастеров, а также ссылка на группу ВКонтакте. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Впереди ещё много интересных видео. Всем спасибо за просмотр и удачного вам творчества. Пока-пока!